Всем привет! Сегодня готовлю карамель, которую можно использовать в различных десертах, в тортах. Также можно поливать им блинчики и оладушки, подавать к мороженому. В общем, получается такая карамель очень вкусной и очень красивой. Давайте начнем готовить. В сковороду насыпаю сахар и ставлю на средний огонь. Сразу же в этот момент я сливки убираю в микроволновку. И довожу до горячего состояния. Ни в коем случае не доводите до кипения. Либо можно их перелить в небольшую кастрюльку и поставить на слабый огонь на плиту. Теперь перехожу к сахару. Сахар превращается в карамель достаточно быстро, поэтому не стоит отходить от плиты, либо отвлекаться на турецкие сериалы. Если сахар пригорит, то и карамель будет иметь горьковатый вкус. Итак, я вижу, что сахар уже начал плавиться и появляется карамельная масса, такая красивая. Теперь я начну помешивать силиконовая лопаточка очень быстро. Нужно это делать достаточно быстро, чтобы кристаллы сахара быстро расплавились и карамель не подгорела. Когда сахар полностью расплавится и карамель приобретет такой красивый янтарный цвет, можно уже убирать с плиты. Сахар полностью расплавился. Убираю сковороду с плиты. Сразу наливаю сливки, уже горячие. Все это быстро перемешиваю. И в самом конце остается добавить сливочное масло. Сливочное масло комнатной температуры. Все тщательно перемешиваю. И все, карамель готова. Можно такую карамель использовать сразу. Если не хотите сразу использовать, то желательно перелить в банку, закрыть крышкой и убрать в холодильник. Когда вы решили использовать эту карамель, если она загустеет, а она загустеет, то можно ее немного нагреть либо на водяной бане, либо же в микроволновке. И уже использовать по назначению. Я эту карамель буду использовать в торте Сникерс. Рецепт также скоро выйдет на моем канале. Не пропустите. Если вам рецепт понравился, ставьте класс. Всем желаю здоровья, хорошего настроения. И всем пока!